Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Крутые идеи своими руками. Сегодня я хочу показать вам одну технику, которую я обожаю и с удовольствием делаю сумочки в этой технике. Это плетение Интречьято, знаменитого люксового бренда Боттега Винита. Оно выполняется из мягкой кожи, небольшой толщины, выглядит очень эффектно, красиво, необычно. И сейчас очень популярная. Стоимость таких сумочек просто зашкаливает, полутора тысяч евро и выше. Но хорошая новость состоит в том, что такую красоту вы можете сделать своими руками. Сегодня я расскажу как. Чтобы сделать вот такое вот красивое плетение Интречьято, нам подойдет кожа толщиной от 0,8 до 1,2, ну 1,3 миллиметра, то есть не толстая. В идеале на па, можно даже старую курточку в принципе тоже приспособить. И инструменты. Я использую вот такую вот стамеску для того, чтобы делать прорези. У меня ширина 1 сантиметр, она остренькая. И для того, чтобы эти прорези сделать, еще нужен молоток. У меня вот такой вот молоток. Подойдет любой. Для того, чтобы ставить по разметке и пробивать прорези для плетения. У меня вот такая вот линейка для разметки, выполненная на заказ. Ну, делать ее долго и дорого, поэтому я вам предлагаю альтернативу. Берете вот такую вот папку в канцелярии. Любую пластиковую папку. Чтобы пластик был мягкий, его легко было резать ножницами. Вырезайте вот такую вот полосочку шириной 12 миллиметров. 12 миллиметров. И из нее делаете шаблон. Каким образом? Проводим линию от края на расстоянии 2 миллиметра. Приблизительно 2. Вот таким вот образом приложили и провели. Вот так. С другой стороны делаем то же самое. На расстоянии около 2 миллиметров проводим линию. Теперь прикладываем линейку и делаем насечки шириной 1 сантиметр. То есть через каждый сантиметр делаем вот такие вот отметочки. Так по всей длине заготовки. Вот таким образом. С другой стороны повторяем то же самое. Отмечаем расстояние через сантиметр. Дальше берем стамеску. И через 1 сантиметр пробиваем отверстие. Потом можно будет маленькими ножницами обрезать то, что получилось. И вот в результате у нас будет вот такой шаблон. Через 1 сантиметр углубление на 2 миллиметра. Ширина широкой части 12 миллиметров. Вот с помощью этого шаблона можно спокойно делать разметку. Мы отмечаем 8,6 миллиметров на углу. И от этой точки проводим линию под углом 45 градусов. Прикладываем наш шаблон широкой стороной к краешкам к точке 8,6 миллиметров. По вот этой линии. И проводим каждый сантиметр в углублении сверху. Отмечаем тем, чем вам удобнее. Я делаю на светлой коже это ручкой. На темной коже серебристой ручкой. Важно, чтобы вот эта разметка была хорошо видна вам. Так как по ней потом вы будете пробивать стамеской отверстия. Вот таким вот образом мы размечаем всю область плетения, которая нам нужна. Четко прикладываем к местам, где уже провели и делаем новую разметку. Шаблон позволяет нам делать это ровно, четко. Поэтому, когда вы его делаете, желательно максимально его аккуратно сделать. Он хорошо поддается и ножницам, и стамеской хорошо пробивается. Делается вот таким вот образом. Делается вот такая разметка по всей ширине изделия, которое вы запланировали. После того, как вы разметили, вы берете стамеску, ставите ее прямо под углом 90 градусов и стучите молоточком. Достаточно одного раза, если кожа не слишком плотная. И пробиваете каждое отверстие вот таким вот образом. Вот получается вот такая перфорация. Симметричная. Берем полосочки кожи шириной 1 см. Если вы изначально брали стамеску другого размера, то делаем это все по вашей стамеске. То есть полосочка по ширине такая же, как и прорезь, которую вы сделали. И вплетаем полосочку в прорези. Под более узким местом полосочка проходит снизу. А широкое место, там где 12 мм, мы вплетаем сверху полосочку. И вот таким вот образом проходим всю область плетения. Вплетая полосочку за полосочкой. Следующее получается в шахматном порядке. Широкое место. Мы вплетаем полосочку сверху. Пуская, вплетаем снизу. Очень легко вплетается, без дополнительных каких-то приспособлений. Нужно краешек полосочки просто наискосок чуть-чуть отрезать, чтобы легче было втягивать ее. И расправляется. Вот так вот в шахматном порядке получается плетение. Вот таким вот образом. Вот такая вот стильная вещь получается в итоге. Можно ее сделать любой формы, любого размера. Мне кажется, такое плетение украсит любую сумочку. Друзья, благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Потому что будет еще очень много чего интересного. В том числе и мастер-классы по пошиву сумок необычного размера, формы. С использованием фермуаров. Еще раз благодарю вас за просмотр. Встретимся в следующих видео. Пока-пока!